Здравствуйте, коллеги! Ну, что надо сказать? Как уже и говорили предыдущие докладчики, опухоли головы и шеи можно условно разделить на локализованные и местно распространенные, то есть и генерализованные. Но нас интересует в контексте химии лучевого лечения именно местно распространенные опухоли, поскольку опухоли первой-второй стадии могут контролироваться успешно каким-то одним методом лечения в достаточно большом количестве случаев. В остальных же случаях больным необходимо сочетание нескольких методов, либо это все три доступных нам опции, это операция лучевая и химиотерапия, либо это химио-лучевое лечение в каком-то варианте. Ну, что касается лучевой терапии, конечно, на современном этапе она должна проводиться у пациентов при помощи 3D обязательно планирования, пациент должен быть зафиксирован в положении лечебной укладки. Для определения точного объема облучения ему нужно использовать безусловно данные КТ, очень желательно данные МРТ, и в ряде случаев данные ПЭТ, что в совокупности позволит определить нормально тот опухолевый объем, который нас больше всего интересует. компьютерное топометрение все должны подвергаться обязательно в положении лечебной укладки, зафиксированные. Должно быть выполнено КТ достаточно высокого разрешения, чтобы можно было провести потом и с его помощью оконтривание, и качественное совмещение с другими изображениями. Но вот результатом всех наших действий должно быть оконтривание как критических органов, так и первичной опухоли, и так называемой ФСДВ, то есть зону субклинического поражения, которую мы тоже должны включать в зону облучения. На современном этапе лучевая терапия такой сложной локализации, как опухоли головы и шеи, должна, конечно, проводиться либо при помощи 3D-конформной лучевой терапии, либо, что, на мой взгляд, в связи со сложностью анатомической, вполне оправданно, конечно, с применением методики АМРТ, либо ее разновидности в виде ВИМАП и так далее. Значит, ну что надо сказать, что пациенты должны получить для эффективного, высокого эффекта от лучевой терапии, должны получить достаточно высокую дозу, порядка 70 грей, при классическом фракционировании, это значит 7 недель лечения, плюс области субклинического поражения, которые могут отличаться при разных анатомических локализациях опухоли, должны получить также 50 грей. Определение этих субклинических областей также является непосредственной обязанностью радиотерапевта, но, как минимум, это бывают лимфоузлы 2-4 уровня, меньше, редко бывает субклинический объем, то есть объем влучине достаточно большой. Что касается химии лучевого лечения, откуда вообще взялась эта концепция и что мы хотим от него получить. Известный метаанализ, уже такой не новый, но по-прежнему актуальный, который показал четкий рост выживаемости пациентов, общей выживаемости при одновременной химии лучевой терапии, но, к сожалению, он не такой большой, 6%, казалось бы, но на самом деле это очень существенный прирост. Но за это мы вынуждены платить повышенной токсичностью, поэтому к выбору показаний химии лучевого лечения надо относиться очень ответственно. Значит, ну вот здесь показаны результаты этого метаанализа, который действительно демонстрирует, что да, есть существенный прирост выживаемости у пациентов, которые получают одновременную химии лучевую терапию. Еще раз подчеркну, именно при одновременном назначении химиопрепаратов лучевой терапии этот прирост наблюдается. Значит, ну вот здесь показано, какие же пациенты получают выгоду. Фактически, видите, при всех локализациях есть прирост выживаемости при химии лучевом лечении, при третьей-четвертой стадии, и вот он довольно сомнительный перед первой-второй стадией, что, в общем, неудивительно. Токсичность этих пациентов повышается, а пользы они получают от такого лечения явно меньше. Значит, и здесь, что на мой взгляд важно, пациенты более молодой возрастной группы, они получают от химио-лучевого лечения существенно большую пользу, чем пожилые пациенты. Ну, немножко позже я скажу, там, с чем это, скорее всего, связано. Также желательно, чтобы пациентов был более-менее приличный общий статус при начале лечения. Значит, ну, вот, если идти по разным локализациям, вот, орофорингеальная зона, видим мы явное перемущество выживаемости больных с одновременной химио-лучевой терапией, распространенный рак гортани, та же самая история, распространенный рак носоглотки, те же самые, порядка 5-6% прироста. Что касается индукционной химиотерапии, то она достаточно популярна, она часто применяется в России, особенно в регионах. И, к сожалению, надо понимать, когда мы назначаем до начала лучевой терапии пациентам курсы химиотерапии, мы не преследуем цель повышения эффективности их лечения. На общую выживаемость эта химиотерапия, скорее всего, никак не повлияет. Значит, мы назначаем ее по какой-то причине. Либо, потому что мы не можем назначить в данный момент химио-лучевое лечение, потому что пациент, скажем, истощен, и ему еще требуется как-то восстановить свои силы. Либо огромный опухолевый объем, который мы просто боимся начать облучать, и мы надеемся, что он несколько уменьшится после вводных курсов химиотерапии. Либо это какое-то вовлечение сосудов. То есть для индукционной химиотерапии должна быть причина, по которой мы ее назначаем. А не просто потому, если пациент может начать химио-лучевое лечение одновременно, то его надо начинать сразу. Потому что в остальных случаях это ведет просто к затягиванию лечения и не приводит к росту выживаемости. Человек дольше лечится, получает, естественно, неизбежные какие-то осложнения, но не получает пользу. Если есть причина, тогда да, она нужна. Но мы должны четко понимать, что мы назначаем индукционную химиотерапию для этого и для этого. У нас большой некроз в лимфоузлах, мы боимся сейчас начать облучение. Ничего в этом плохого нет. Но это не выживаемость. Второй аспект. Если мы ввязываемся в химио-лучевое лечение, мы должны понимать, что пользу от него мы получим только в том случае, если мы выдержим достаточно жестко протокол лечения. То есть пациент, если говорить о лечении стандартном, с применением цисплотина, за время лучевой терапии должен получить не менее 200 мг на метр квадратный цисплотина. За два или за три курса, которые мы успеваем провести за время этого лечения. Если мы подводим дозу, даем дозу цисплотины меньше, то фактически мы пациенту токсичность обеспечиваем, а эффективность лечения у него такая же, как и при самостоятельной лучевой терапии. То есть весь наш прирост теряется. То есть мы должны четко знать, что пациент, которому мы начинаем химио-лучевое лечение, с большой вероятностью его закончат. Что касается пожилых пациентов. Есть такая работа, которая показывает, что, к сожалению, пациенты больше 70 лет только в четверти случаев могут получить полный, в запланированном объеме химио-лучевого лечения. При этом даже при том, что 2-3, 3 четверти этих пациентов лечение не заканчивают, все равно у них смертность от лечения в 6 раз больше, чем у более молодой группы пациентов. Поэтому если мы берем на химио-лучевое лечение пожилого пациента, мы должны на это идти с открытыми глазами и надеяться, что он по каким-то уже своим индивидуальным параметрам попадет именно в эту четверть, которая имеет шанс закончить химио-лучевое лечение в запланированных дозах. Тогда он получит от него пользу. В остальных случаях он получит от него, в лучшем случае, ничего не получит. В худшем случае какой-то даже вред. Ну вот большие достаточно надежды возлагались на цитоксимаб в плане понижения токсичности химио-лучевого лечения. Он также показал примерно такую же эффективность, что и цисплатин при одновременной химио-лучевой терапии в плане прироста общей выживаемости. Ну вот совсем свеженькое исследование в этом году опубликовано. К сожалению, при сравнении эффективности лечения с цисплатином химио-лучевого и с цитоксимабом у больных с самой, в общем-то, такой благоприятной группой HPV-позитивными урофрегиальными раками оказалось, что все-таки выживаемость пациентов при применении цитоксимаба ниже. Причем ниже она именно за счет того, что чаще бывают у этих пациентов рецидивы, при том, что выигрыша как раз в токсичности то, на что надеялись, его особо и нет. Здесь применяли такой глобальный индекс здоровья. И, в общем, ну вот как раз то, чего мы хотели бы добиться, вот он наш период химио-лучевого лечения, практически идентичная токсичность у этих препаратов. А эффективность все-таки цисплатина оказалась несколько выше, поэтому пациенты с 3-4 стадии заболевания должны получать обязательно химио-лучевое лечение. Стандартным по-прежнему остается цисплатин в высоких дозах, то есть это либо 2 курса 100 мг на метр квадратный, либо 3 курса 75 мг на метр квадратный. Значит, в тех случаях, если пациенты не могут получать цисплатин в связи с какими-то соматическими противопоказаниями, может использоваться токсимаб, карбоплатин в комбинации со вторуроцилом, какие-то другие режимы введения цисплатина, хотя эффективность этих схем, она уже значительно будет ниже. Также пациенты с третьей стадии могут подвергаться химио-лучевому лечению, хотя здесь уже вопрос спорный. И, наконец, пациенты, также, которые относятся к третьей стадии, но с опухолью меньше чем-то 3, они получать химиотерапию могут одновременно с лучевой терапией, только в том случае, если у нас есть какие-то индивидуальные факторы риска, и мы считаем, что эти пациенты чем-то отличаются от общей популяции. И, наконец, пациенты первой-второй стадии, конечно, одновременной химиотерапии, с лучевой терапией получать не должны, потому что выигрыш они получают от этого лечения минимальное, токсичность достаточно высокая. Ну, здесь еще, как радиолог, не могу не остановиться на альтернативных режимах фракционирования, которые также применяются для повышения эффективности химиолочевого лечения. Ну, здесь представлены некоторые схемы альтернативного фракционирования, но вот себя более-менее положительно зарекомендовало гиперфракционирование, то есть несколько фракций в день с повышением суммарной дозы, либо ускоренное фракционирование, то есть увеличение количества лечебных дней в неделю, то есть это шесть, грубо говоря, фракций в неделю. Вот эти вот пациенты, действительно, у них при таком режиме фракционирования повышалась безрецидивная прежде всего выживаемость, хотя общая выживаемость у них повышалась послабее, всего на 3%, и вот если сравнивать альтернативное фракционирование с режимами химиолочевой терапии, то, конечно, большинство исследователей показывают, что химиолочевое лечение, оно по показателям общего выживаемости дает лучшие показатели, чем альтернативное фракционирование без химиотерапии. Но здесь надо заметить, что в принципе может проводиться и химиолучевое лечение с альтернативным фракционированием, и даже вот немножечко есть прирост перед химиолучевым лечением с обычным фракционированием, но надо понимать, что и ускоренное фракционирование, и химиотерапия к обычной лучевой терапии и те и другие повышают вероятность как острых, так и поздних токсических эффектов. Поэтому, когда мы сочетаем те или иные методы, мы должны понимать, что пациенту будет, конечно, сложнее. Ну, вот здесь такой вот вывод. Альтернативное фракционирование может применяться, не буду я все это зачитывать, но пациент должен понимать, что в 3-4 стадии все равно это должна быть обязательно какая-то химиотерапия, потому что в тех случаях, если не может получать одновременно химиолучевое лечение, тогда возможно какие-то альтернативные фракционирования. В случаях, когда пациент получает одновременно химиотерапию, здесь уже от альтернативного фракционирования неизвестно, будет больше вреда или пользы, и здесь все должно решаться индивидуально с пациентом. Пациенты вот с 3-й стадией, они занимают пограничную позицию в плане назначения химиолучевого лечения, если оно по каким-то причинам мы принимаем решение, что оно им будет затруднительно, тогда да, эти пациенты как раз кандидаты на альтернативный режим фракционирования. У остальных пациентов уже также должен приниматься решение индивидуально. Что касается послеоперационного облучения, кто должен получать послеоперационную лучевую терапию? Это пациенты, конечно, 3-й, 4-й стадии, прежде всего Н2, Н3. В принципе, могут пациенты с Н2 получать послеоперационную лучевую терапию и с дополнительными факторами риска, к которым относятся лимфоваскулярная инвазия, переневральная инвазия. В этих случаях пациенты могут получать послеоперационную лучевую терапию. В тех случаях, когда все хорошо, они должны получить дозу порядка 60 грей на ложе опухоли. В тех случаях, когда есть какие-то дополнительные ослачающие факторы, прежде всего положительный край резекции, электрокапсулянное распространение в лимфовый флаг, когда нет уверенности в радикальности, они должны получать дозу уже ближе к 66 грейм. А в тех случаях, если оставился макроскопический кусок опухоли, они должны получить всю ту же дозу 70 грей, что и при самостоятельном химио-лучевом лечении. Что касается назначения химио-лучевого лечения у этих пациентов, оно, безусловно, также есть данные о повышении эффективности лечения при послеоперационном химио-лучевом лечении. Но здесь очень важно, что выгоду получают от него в основном пациенты, имеющие группы риска. Дополнительные факторы риска. У них действительно достоверный прирост от химио-лучевого лечения в выживаемости есть. Какие это факторы риска? Это, прежде всего, положительный край опухоли и экстранодальное распространение через капсулу лимфоузлов. В тех случаях, когда у них нет этих факторов риска, польза от химио-лучевого лечения у них достаточно сомнительная. Поэтому химио-лучевую терапию должны получать именно в послеоперационном режиме только те пациенты, которые имеют дополнительные факторы риска. И в тех случаях, если их нет, то в рутинной практике все-таки химио-лучевое лечение в послеоперационном периоде у этих пациентов применяться не должно. Но если представить всех этих пациентов, страхиорингостомами и эзофагостомами у истощенных пациентов, то понятно, что если у них есть надежда на то, что они были прооперированы радикально, то послеоперационное облучение у них будет менее токсичным, чем послеоперационное химио-лучевое лечение. Спасибо за внимание. Продолжение следует...